Мехутка, зайка, чебурашка. Детвора зажигала вместе с любимыми мультперсонажами. Отчасти ради того, чтобы местная ребятня могла гулять не на пустыре и был заложен сквер. Программа инициативного бюджетирования помогает решать задачи здесь и сейчас для каждого дома, для определенного микрорайона жителей. Этот сквер сделан по инициативе жителей этого микрорайона, депутатов Барнаульской городской думы, депутатов Краевого законодательного собрания, ну и, безусловно, администрации Ленинского района. На благоустройство сквера потратили порядка трех миллионов рублей, часть средства самих жителей. Ведь это они пожелали сделать из пустыря комфортное место для прогулок взрослых и детей. Здесь уложили плитку, высадили деревья, установили скамейки, а самое главное – провели освещение. Всего с начала реализации программы инициативного бюджетирования на территории Ленинского района благоустроено 8 подобных проектов. В текущем году у нас реализовано два проекта. Один проект – селе Ганьба, второй проект – это то, где мы сегодня находимся. Идея создания сквера появилась в 2022 году. Ее высказала на одном из праздников в председателе Совета Дома Погущино-171А Елена Павловская. Спустя два года идею удалось реализовать. Как отметила Галина Буевич, председатель Барнаульской городской думы, вскоре депутаты во втором чтении будут принимать проект бюджета Барнаула на следующий год. Денежные средства на программу инициативного бюджетирования планируется увеличить. Ведь запросов от жителей на создание комфортной среды в своих микрорайонах по-прежнему много. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.